По всей стране продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Ведь вакцина от коронавируса – один из способов покончить с пандемией COVID-19. Массовая вакцинация даст возможность безопасно передвигаться как по родным населенным пунктам, так и между странами. На сегодняшний день число желающих пройти эту процедуру оставляет желать лучшего, отмечает участковый врач-серапевт Силана Тырбова Олег Михеев. Честно сказать, посещаемость очень слабая. Если у людей нет никаких противопоказаний, он призывает всех не оставаться в стороне и сделать прививку. А особенно она рекомендована лицам старше 60 лет, которые более подвержены риску заражения коронавирусом. Вы переболевшая коронавирусом? Нет. Я до этого от гриппа делала. Но болела всегда, а здесь начала от гриппа делать. Года два делала и перестала болеть. И поэтому первую сразу, как начали делать здесь прививки, в первых рядах пошла, сделала. Вы уже обе сделали? Обе сделала, да. Как переносили? Ну, первую вообще не чувствовала, а вторую только вот немножко рука вот болела, как от укола. Ну, два-три дня так и все. Ну, это место просто побалевало. А так вообще никаких симптомов. Сейчас лично... Да, ей дочери советую, я всем советую. То есть здесь никаких даже, ну, ни капли каких-то отлонений, да. Как чувствую обычно себя, так и чувствую. Я 60 плюс, потому что у меня возраст, как бы, да. Поэтому ничего не заметила. Так что не бояться, ничего. Можно делать смело. Прививку можно и нужно делать даже тем, кто уже переболел этим заболеванием. К числу таких относится житель села Натырбова Вячеслав Николаевич Михеев. У нас вся семья переболела. Это мы с женой и отец. Ему 96 лет, ну и нам за 70. Мы в ноябре месяце всей семьей так по очереди так получилось. То ли заражали друг друга. Ну, мы переболели все, как говорится, слава богу, в легкой форме. Вот, правда, дедушка успел полежать две недели в Майкопе, в городской больнице, в инфекционном отделении, в ковидной. Ну, в целом, вот, благодаря, видимо, своевременной оказанной помощи, вот, Олег Вячеславович, очень оперативно сработали. Медикаменты, препараты нужные были выписаны. Мы с супругой были дома. Ну, в легкой форме переболели. И это, вот, где-то в феврале сходили, сдали анализ на антитела. Антитела у нас с супругой выработаны в организме. Вот. Ну, тем не менее, можно было бы, как бы, и еще, ну, не вакцинироваться. Вот. Но в то же время, когда вот смотришь телевизор, это страшные картины. Это когда болеют месяцами, просто-напросто. И вот, и совершенно не хочется оказаться в таком положении, вот, положении вот тех тяжело больных. Вот. Потому что это представить трудно. Это люди потом на инвалидность выходят. Вообще, жизнь уже другая, вот, чем до болезни. Ну, а сейчас, так сказать, решили, вроде полгода прошло, и решили с супругой вакцинироваться. Я вот 10 дней тому назад, вот, она сейчас пришла вакцинироваться. Я вообще не отношусь к тем людям, которые как-то остеревеют, сомневаются в прививках, или тем более некоторые не признают их, как бы, это, вот. Вот. Поэтому я всегда это уверен, что эти прививки делаются для того, чтобы все мы были здоровые, не болели, проблем не создавали в семьях. Вот. Поэтому, в принципе-то, это считаю, что нормальным, когда люди идут и прививаются. Антитела, они в разном количестве у людей вырабатываются и в разное время действуют. Поэтому, ну, полгода прошло, вот, решили провакцинироваться, чтобы уже стопроцентно была гарантия, что мы не заболеем. А первую вакцину как вы перенесли? Первую вакцину я перенес, в принципе-то, когда сделали укол, я утром делал рано, вот. Вот. До половины восьмого, ну, я вообще ничего, это так вот, как обычно, это самое, чувствовал себя. Потом, смотрю, чувствую, поднимается температура, вот. Померили температуру, вот, 37,8, вот. Ну, уже что-то вроде так, серьезно как бы. И какая-то боязнь, что дальше вдруг может быть. Вот. Ну, это, позвонили, сказали, там, процетамол выпейте таблетку. Ну, выпил. Вот. И потом супруга еще в три часа ночи разбудила. Вот. Ну, и снова померили температуру тоже, 37,6. Вроде как бы, вот, температура держится. Еще одну таблеточку процетамола выпили, а утром полвосьмого меряем температуру тела 36,5. И все. Вот. Никаких ощущений, то есть повседневной, и, как ее, ощущения, и повседневная работа. Только дня через 3-4 почувствовал вместе укола такое, ну, какое-то болезненное ощущение. Но потом все. В целом нормально, да? В целом даже нормально это. Поэтому, ну, кого как, некоторые вообще ничего это не чувствуют. Вкололи, да вкололи и первую, и вторую. Поэтому все несколько по-разному организм реагирует. Ну, я думаю, что вот сейчас вакцинируемся, и вообще, наверное, забудем. Каждый день, кроме воскресенья с 8 утра и до 15.00, любой желающий может сначала пройти небольшой осмотр у врача на наличие противопоказаний, и после этого сделать прививку в амбулатории села Натырбова или Кашхабльской ЦРБ. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабльского района.